Природный катаклизм или преднамеренный мор рыбы. Жители Энгельского района бьют тревогу. На озере Сазанка не обнаружили сотни мертвых мальков, а также уже взрослых особей окуней и щук. Разобраться в массовой гибели рыбы попробовала Екатерина Ковальчук. Купаться я боюсь. Я не очень хочу среди мертвых рыб купаться. Чего именно боишься? Потому что там может отрава быть и мы можем тоже умереть. Ужас на маленьких отдыхающих наводит несколько десятков мертвых окуней и щук на озере Сазанка. Отчего погибла рыба? Опасно ли это для людей или это природное явление? Пока неизвестно. Но местные жители, отдыхающие говорят, что видят здесь такое впервые. Красавец. Такого выловить, так-то вот вообще поймать на удочку. Вот, смотри. Они розовые еще, жабры. То есть он минимум где-то часа 4-5 назад погиб и вот в теплой воде. То есть в принципе, если уж совсем голодным быть, то еще и можно было употребить розовые жабры. Жалко, конечно. Меньше чем за сутки к берегу прибило более ста мертвых мальков и взрослой рыбы. По словам экологов, которые постоянно сталкиваются с подобными явлениями в водоемах города и области, причин этому муру может быть несколько. Жаркие дни, заключением последних двух. И одна из возможных причин гибели рыбы – это летний замор. Это отсутствие кислорода. Вода нагревается, синие-зеленые водоросли развиваются, выделяют углекислый газ, потребляют кислород, но отсутствие кислорода вызывает замор. Местные жители опасаются за детей. В нескольких метрах от камышей, куда течением сносят мертвую рыбу, тренируются юные грибцы на байдарках и каноя. Специалисты уже приступили к выяснению причин замора рыбы в этом месте. Рассматривается еще одна версия – браконьерство. Выяснить истинную причину гибели щук и окуней можно, только взяв пробу воды и мертвой рыбы. В Саратовской областной школе погребли на байдарках и каноя, базирующиеся на Сазанке корреспонденты одного из информагентств Саратова, уверили в том, что это происходит не впервые. И по их версии во всем виноваты браконьеры. Однако в Министерстве природных ресурсов нас заверили, что факт массовой гибели рыбы будет проверен, а о причинах скажут сотрудники Межобластной ветеринарной лаборатории. О результатах экспертизы мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Новости 24 Саратов».